Патриотичное выхование, замоцывание кадров и социальная политика, как в области реализуют эти державные программы, народные обранники разглядели на прикладе Быховского района, где прошла выездная сессия областного совета депутатов 28-го скликания. В Быховском районе проживает 30 тысяч человек. В створении больше утульных и комфортных умов тут поступово реализуют программу «Комфортное жилье и сприяльное осяродье». А так само будуется жилье с держподрымкой. Каля 80 тысяч квадратных метров жилья увидено за оплошнее 10 год. Зараз забудовывают молодый микрорайон «Колос». Если мы возьмем данный микрорайон «Колос» и любые другие дома, которые строятся в районных центрах, то да, сейчас основной упор идет на строительство электрифицированного жилья. Работа с населением и реализация их инициатив – один из перспективных накерунков развития района. Активная работа ведется с 2015 года и уже немало реализованных проектов. Изучая комплекс вопросов и те направления, которые реализуются в Быховском районе, хочу отметить, что это работа системная. И очень важно, что в этой работе не только депутатский корпус принимает активное участие, но нам важен и опыт, как работают коллегиальные органы самоуправления. То есть, на примере Быхова, это микрозоны, где, наверное, наиболее важно то, что эти микрозоны возглавляют депутаты районного совета. Они ближе к жителям, они ближе к своим избирателям и знают ту проблематику, которую необходимо решать совместно с органами исполнительной власти. И те инициативы, которые реализованы и на перспективу будут реализовываться, они, конечно же, нацелены на развитие, социально-экономическое развитие, прежде всего, региона. Одным из прикладов патриотичного выхования молодец является удел у проекте «Быховщина памятая». Так, навученцы разом с наставниками представили макеты спаренных вёсок, какие потерпели уходы войны. У нас идёт формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся, обучающихся героическому прошлому белорусского народа. Вот на примере Великой Отечественной войны, потому что нам есть чем гордиться. Замоцевание молодых специалистов у районе – одна стемп-сессия. Прикладом молодёжной политики у Дейнис является Быховский «Лязгаз». Тут за пять год на местах замоцевались около 60% молодых специалистов, причём не только по размеркованию. Созданы комфортные условия, начиная от приёма на работу и сопровождения в виде наставничества определённых льгот при заключении контракта, что сегодня молодым специалистам сразу 20% добавка контракта – это существенно. На посажении выездной сессии Могилёвского областного совета депутатов отзначили питания, которые потребуют до працовок и больше пильной уваги депутатского корпуса. Сергей Петвин, Александр Тарасов. Новины региона.